С кем ты приехала? С мамой и бабушкой. А откуда? С казачьей Лопани. И какая там обстановка сейчас? Ну, в шесть раз бомбили уже наши же украинцы. Не попали под обстрел? Нет, слава богу. Когда был обстрел, мы в погребе сидели. Как тебе здесь живется? Хорошо. Хорошо кормят, поят. В игрушки можно поиграть, телевизор посмотреть. Таких историй, как у Насти, в пункте временного пребывания можно услышать сотни. В Белгороде жители Харьковской области спасаются от обстрелов украинских нацбатов. Сейчас люди в безопасности обеспечены всем необходимым. Самые маленькие гости быстро осваиваются на новом месте. Во многом благодаря волонтерам, которые стали для ребят лучшими друзьями. Мы подружки. Да, Алина? И много у волонтеров тут таких друзей, подружек? Очень много. Очень-очень много. Там провожаем всех со слезами. Грустно. Как себя ведут маленькие гости? Прекрасно. Помогают во всем. У нас главнокомандующий нашего штаба. Да? Да. Остается за старшего. Раздает вещи первой необходимости. Соки детям выдает. Молодец. Но вы долго здесь уже находитесь? Да. Буквально с открытия пункта временного размещения. Не надоело еще? Нет, это не может надоесть. Думаю, когда это идет от сердца, это не должно надоесть. Приезд в Белгород для украинцев, живших под бомбежками, означает начало новой жизни. Для большинства наш город транзитный. Многие сразу уезжают к родственникам. А в пункты временного пребывания тут же заселяются другие жители соседнего государства, кому срочно нужна крыша над головой. И друзья, которые своих никогда не бросают. Виктора Палькова и Антон Некрасов. Белгород. Медиа.